Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Геем и сегодня у нас будет очень необычное видео, а именно РПшка. Надеюсь, что вам зайдет такого рода контент, потому что если на это видео не наберется много лайков и просмотров, то я на самом деле не знаю, что уже делать. Потому что, я думаю, вы заметили, я начал снимать разные видосы разного рода и стараюсь разнообразить контент, чтобы вам нравилось, но почему-то вам пока что не очень заходят мои идеи. Надеюсь, эта идея вам очень зайдет и вы поддержите это видео лайками и приятными комментариями. Ну а перед этим я хотел бы напомнить, что я играю на первом сервере в магазине Холиплей, мой ник Кирилл Путбуль, не забывайте видеть мои проистрации и также не забывайте видеть мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На пятом уровне получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч, то есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холиплей. Ну что ж, пацаны, тема такая, что мне позвонил мой знакомый и сообщил, что уже неделю около Бусайба в озере, точнее не в озере, а даже в луже, стоит елик и его никто не забирает. И он мне об этом сообщил, я решил поехать и посмотреть, что же там за елик. Возможно, я его просто заберу себе и оставлю у себя, так сказать, но нужно перед этим посмотреть, что с ним там вообще. Я бы поехал на своем Х5, но Х5, во-первых, низкий и он не подходит для бездорожья, поэтому сейчас мы направляемся, получается, в автосалон и там я арендую какой-то автомобиль, который нам подойдет для этого дела. Ну что ж, пацаны, вот я выбрал вот такой вот вариант, я думаю, он отлично справится, это УАЗик получается у нас. Я думаю, он везде проедет и до елика мы точно доедем, где бы он не был, поэтому сейчас садимся в него, получается, нужно заехать еще на заправку, купить канистру, потому что неизвестно, если там бензин, если его там нету, мы просто заправим. Также взял уже с Х5 прикуривателя, если аккумулятор там севший, а, скорее всего, оно так и есть, то мы просто попробуем прикурить от УАЗика гелик и попробуем его завести. Ну что ж, вот я и на заправке уже купил канистру, можем ехать, получается, в сторону гелика. Гелик у нас находится, получается, в Бусаево, возле Бусаево, в поле он стоит, там еще есть такое маленькое озеро, и там стоит этот, получается, гелик. И посмотрим, что вообще с ним, в каком он состоянии, потому что это вообще неизвестно. Я, повторюсь, арендовал УАЗик, потому что на Х5 я бы там точно не проехал и не проеду. Все, открываем карту, давайте вам покажу, где находится, получается, гелик, примерно. Примерно он находится вот в этой области, и поэтому сейчас мы будем ездить его искать, надеюсь, что мы его найдем и попробуем его завести, если он на ходу, то мы на нем оттуда и уедем. Ну что ж, я уже доехал до поворота, который нам нужен, и сейчас мы сюда поворачиваем, и где-то вот в этом месте примерно должен быть гелик. Мне сказал мой товарищ, что он должен быть именно в поле, получается, поэтому я думаю, между деревьев ездить смысла нету, потому что здесь никакой речки быть не может. А там, типа, маленькая лужица, и в ней гелик стоит уже неделю, и его никто не забирает, поэтому мне позвонил товарищ, говорит, типа, если хочешь, приезжай, смотри, типа, я его трогать не хочу, если ты хочешь, типа, приезжай, сам посмотри, если хочешь, забирай его. Как бы сейчас мы посмотрим, что же там вообще за гелик, что с ним вообще, сможем ли мы на нем уехать. Вроде бы вот сюда нужно ехать, если я не ошибаюсь. Еще светло, еще все видно, поэтому нам будет легче его найти. Сейчас быстренько доедем, куда нам нужно. Так, вон отсюда даже видно Бусаева, получается. Теперь нужно найти этот гелик, который я почему-то вообще не вижу. Так, пацаны, я что-то не понимаю, и куда ехать, потому что здесь несколько дорог, но в деревне он не может быть. Вон там есть какая-то вода, давайте съездим туда, посмотрим, потому что я без понятия, где он должен быть. А, вот, смотрите, какая-то тачка стоит. Да, это гелик, пацаны. Он у нас, получается, почти полностью в воде, но наполовину. Нужно как-то его объехать, чтобы посмотреть вообще, что с ним и как. Так, давайте сюда и тогда объедем потихонечку сейчас, и посмотрим, что вообще с ним там произошло. Так, у него даже номеров, кстати, нету, я уже отсюда вижу. Так, давайте глушим, выключаем фары и посмотрим, что вообще с этим автомобилем. Так, я забыл эти взять. Чоботы, так сказать, какие для воды нужны. Давайте тогда, я думаю, перепрыгнем на него. Опа! Он полностью покрыт снегом, пацаны. Реально полностью покрыт снегом. Просто. Видимо, он здесь очень долго стоит, и поэтому я не знаю, что с ним даже делать. Номеров нету спереди, давайте сзади посмотрим. Так, сзади тоже нас нету номеров. Давайте, ладно, я уже спущусь в воду, потому что по-другому мы его нормально не посмотрим. Да, действительно, здесь сзади тоже нету номеров. Елик полностью в снегу просто. Это получается 65-й елик, пацаны, МГ. Ни хрена себе, что он вообще тут забыл. Полностью заценирован, вообще ничего там даже не видно в эти стекла. Ну, такое себе. Ворит, конечно, внушительно, но почему-то он здесь стоит уже неделю, его никто не забирает. Так, пацаны, он оказался открытый, но в нем нету бензинов. Видите, как стекла просто замело, даже ничего толком не видно. Ну, по салону здесь все нормально, но бензина, видите, в нем вообще нету, поэтому сейчас придется все-таки мне использовать свою канистру и заливать сюда бензин. Так, давайте выйдем, получается. И даже в салоне уже вода есть, поэтому нужно что-то делать, нужно его забирать. Так, я не помню, с какой стороны у него бак получается. Блин, тут все снегом замело. А вот бак здесь находится, пацаны. Давайте зальем, в принципе, бензин. Все, заливаем бензин и сейчас попробуем его завести. Ну, скорее всего, сел аккумулятор, поэтому ничего страшного, я просто прикурю его через УАЗик. Все, залил бензин, у меня канистра пропала. Ну, что же, давайте теперь садимся в гелик обратно и попробуем его завести. Давайте попробуем завести его. Бензин у нас есть, но почему-то он все-таки не заводится. Вот. Нет, пацаны, он вообще не хочет никак заводиться, поэтому придется его прикуривать. Давайте я открою капот, получается, и посмотрим, что вообще у него под капотом сейчас находится, потому что мне очень интересно, на самом деле. Так, открываем капот. Смотрите, там даже мотор поржавел, получается. Да, там даже мотор поржавел, и поэтому, я не знаю, вообще он заведется или нет. Он, походу, здесь очень долго стоял, видите, аж это крышка поржавела, либо это просто накрыта какая-то хрень. Ну, ладно, давайте тогда его прикурим, получается, от нашего УАЗика, на котором мы приехали. Вот, открываем, получается, и у нас здесь все, в принципе, хорошо. Так, давайте, получается, тогда капот открываем тоже. Кстати, салончик УАЗика довольно-таки неплохой. Ну, как бы УАЗик-Гелик, в принципе, разница небольшая, но, конечно же, я черчу, между ними разница большая. Так, нужно поближе подъехать, потому что мы реально стоим очень далеко. Так, только я из-за капота теперь ничего не вижу, но, я думаю, мы как-то сориентируемся. Так, давайте потихонечку, еще можно спуститься. Все, я думаю, вот так вот хватит, прям расстояние будет нормально. И сейчас просто-напросто возьмем и прикурим. Блин, пацаны, уже потемнело, на самом деле, нужно как-то забирать Гелик, потому что это не тело. Сейчас попробую его прикурить, потому что, скорее всего, аккумулятор сел. Да, и поэтому он не заводится вообще никак. Так, все, я вроде бы как прикурил, получается, Гелик от УАЗика, и он должен сейчас завестись. Давайте попробуем, я думаю, его завести. Надеюсь, что у нас все получится. Так, заводим двигатель. Да, он завелся, пацаны, он завелся, но у нас очень мало бензина, 20 литров, я всего лишь с собой взял. Я не знаю, сможет ли он на таком количестве топлива куда-то уехать, но я его отвезу, наверное, к себе домой. И там уже буду с ним разбираться. Так, давайте пробуем выехать отсюда. Так, давай, 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 давай. Я думаю, у нас все получится, в принципе. Так, вот он выехал, пацаны. Все, Гелик у нас, получается, выехал. Теперь давайте, я думаю, закроем УАЗик и уже поедем, отвезем Гелик. А за УАЗика потом вернемся. Так, я пока что Гелик оставил заведенным, давайте АУАЗик отвезем. Так, давай, УАЗик, выезжай, выезжай, выезжай. Вот, он выехал. В принципе, давайте я в деревне его оставлю, чтобы прямо здесь его не оставлять. И потом мы за ним уже вернемся, получается. Потому что бросать его тоже в поле, это будет довольно-таки глупо. А так я сейчас кому-то его во двор загоню, в принципе. Надеюсь, никто меня поругать за это не будет. Давайте вот сюда вот поставлю во двор и потом приеду его заберу. Потому что там елик заведённый стоит, там мало бензина, я не стал его лошадь, потому что я его потом вообще никак не заведу. Всё, побежали к елику и поедем уже, получается, везём его домой. Так, всё, нужно отсюда уезжать, потому что бензина вообще очень мало. И поэтому нужно доехать успеть хотя бы до дома. Там я возьму уже, получается, другую свою машину какую-то. Либо попрошу кого-то, чтобы не отвёз за УАЗик. И потом мы съездим просто за бензином и заправим его. А так елик, смотрите, очень такой заброшенный, я так понял. Потому что он весь в снегу и его никто вообще не забирал. Поэтому мы его пока что заберём. Конечно же, если объявится владелец, то я его отдам. А так я пока что оставлю его себе, потому что у него даже номеров ничего нет. Нужно будет его пробить потом по базе. Посмотреть, что вообще с ним такое произошло, узнать как бы. И уже потом решим, оставлять его или нет. Ну что ж, пацаны, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам реально понравилось. Потому что я очень старался. Строго не судите, потому что это первое моё такое подобное видео. Если вы хотите ещё больше такого, с разными там машинами, допустим, с муркой там попала в ДТП, либо улетела в кувет, там, либо нашёл там БВ в кувете. Ну, короче, типа такого рода, как я нашёл гелик. Либо там ещё с другими своими машинами такое сделать. Если что, да, пацаны. Это мой гелик, просто я на него поставил вот такую заменку интересную. Я надеюсь, что было всё максимально, хотя бы нормально. Потому что, повторюсь, это мой первый опыт. Я такого ещё не делал. Напишите в комментариях, какие у меня были ошибки. Там, возможно, нужно будет РПшки все от первого лица снимать. Либо все снимать от третьего лица. Потому что я в этой серии и от третьего лица был, и от первого лица. Либо вообще можно будет интерфейс убирать полностью, чтобы максимально погружаться в РПшки. Всё, пацаны, пишите свои идеи в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok